Доброе время суток друзья! Если вы здесь, значит прекрасно понимаете, какую угрозу вашему здоровью несет избыточный вес. Не собирайтесь с этим мериться. Главный секрет похудения – физические нагрузки плюс правильное питание. Мысль о том, что можно похудеть без усилий, просто надев чудодейственный пояс, не дает многим покоя. Давайте разберемся, действительно ли стоит полагаться на пояса для похудения или это просто уловка маркетологов. Пояса бывают нескольких видов. Первый вид пояса – это неопреновые. Широкая полоса из неопрена, материал из которого делают водолазные костюмы, чехлы для автомобильных сидений и ортопедические бандажи. Такой пояс нужно надевать во время физических упражнений, чтобы больше потеть. Следующий вид пояса – с вибрацией. Это пояс с вибромассажером и плитом управления. Его применяют отдельно от тренировок. Третий вид поясов для похудения – с миостимуляцией. Это пояс с закрепленным миостимулятором, гаджетом, который посылает микроимпульсы топы для дополнительного сокращения мышц. Такие можно носить во время тренировки или отдельно от нее. В этом видео речь будет идти о неопренных поясах. Естественным путем, посредством диеты и упражнений, жир не может уходить локально. Он равномерно расщепляется по всему организму, чтобы обеспечить тело энергией. На животе и бедрах сохраняются больше, потому что природой там предусмотрено жировое депо. Единственный вариант локального сжигания жира – это инъекции специальных веществ. Без грубого вмешательства в организм невозможно ускорить расщепление жиров в определенном месте, независимо от модели пояса и вида тренировок. Вы действительно можете потерять немного больше граммов, занимаясь в неопреновом поясе, однако это и произойдет из-за воды, выходящей с потом. Притом, чем полнее человек, тем больше уйдет жидкость. Сразу после тренировки вес будет меньше, но он вернется, как только вы выпьете воды. Что касается калорий, жира не так уж эффективна для похудения, особенно в долгосрочной перспективе. Чем жарче вам в процессе тренировки, тем меньше жиров вы сожжете и быстрее устанете. Данный пояс не избавит от целлюлита, поскольку пояс не помогает похудеть в определенном месте. Жировые клетки не потеряют своих запасов, а значит целлюлит не уйдет. Поскольку неопреновый пояс увеличивает потоотделение, некоторые производители заявляют, что пояс помогает избавиться от токсинов в организме. Однако через пот вывозится их мизерное количество, несоизмеримое с тем, что поступает из внешней среды. Поэтому получить какой-то значительный эффект в плане выведения токсинов практически невозможно. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы идем дальше. Пояс для похудения может навредить вашему здоровью. Возможные риски тренировок в поясе включают обезвоживание, раздражение на коже, перегрев органов брюшной полости. Стоит ли покупать пояс для похудения? Он не поможет вам сжечь больше калорий или жира, не уберет целлюлит и не избавит от токсинов. Пояс поможет быстро сбросить вес за счет потери воды. Это пригодится, например, если вы хотите попасть в весовую категорию для каких-либо соревнований. Однако в таком случае иногда просто достаточно устроить тренировку в теплой одежде. Главным фактором для снижения жира в организме будет увеличение физической активности. Например, бег, ходьба, игра в настольный теннис, велопрогулки и т.д. Изменит свое рационное питание. Не стоит резко урезать суточную калорийность. Достаточно на начальном этапе убрать все быстрые углеводы, такие как булки, печенье и снизить употребление сахара. Вытреблять в пищу больше овощей и фруктов, сложенных углеводов. При соблюдении этих двух пунктов физической активности питания, я убежден, что стрелка весов пойдет вниз. И никакой пояс для похудения, который не помогает похудеть, а только выгоняет в аду с вашего организма, применять не надо. Если это видео было полезно, оставляй лайк. Также можешь написать любой комментарий, подписаться на канал, поставить колокольчик и смотрим следующее видео. Всем пока!